Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня речь пойдет об интересном факте, о котором мы узнали от журналиста, исследователя жизни Василия Ивановича Чапаева, Александра Березина. Он сам был несколько удивлен несколько лет назад, когда узнал о том, что здание по улице Свердлова, здание химикомпа таковым не является, а является несостоявшимся мемориалом имени Василия Ивановича Чапаева. Давайте послушаем его. Меня удивило, что в таком печальном состоянии находится музей, а рядом как-то поинтересовался, что это такое. Мне сказали, что это мемориальный комплекс Чапаева. Сам дом по проекту должен был перенесен внутрь этого здания. И да, действительно, всем известный офис химикомпа таковым не является, а является мемориалом имени Василия Ивановича Чапаева. Александр Березин занялся расследованием этого факта, как получилось, что такое значимое для города сооружение оказалось телекоммуникационной компанией. Мне в руки случайным образом попалась статья 1994 года Саратовских вестей о том, что состоялось в 1994 году открытие Балаковского музея. Вот эта статья называется «Как обобрали Чапаева». И в ней журналист по фамилии Таран описывает ситуацию, как людей возмутило, что здание, которое проектировали 8 лет, по-моему, 8 лет проектировали его, 8 лет строили, и вдруг оно оказалось в частных руках. Стройка оказалась очень дорогой для города. Задолго до завершения работ стало ясно, одним миллионом, имеется в виду старые цены, здесь не обойтись. Выкраивали, где могли и как могли. Мемориал, как-никак, память на века. А вот сами строители, которые этот проект реализовывали, они вот такие отзывы оставили. Неудивительно, что для его осуществления были привлечены лучшие бригады Саратов-Гезстроя. Настоящими виртуозами показали себя работники управления Жилстрой. Они столкнулись с операциями и доселе невиданными, как оказалось, у здания так называемые падающие стены. Возводить их крайне трудно. Помню, строители сетовали на то, что реакторное отделение атомной станции намного легче строить. Хотя оно считается сооружением повышенной сложности, пришлось создать десятки различных приспособлений, изготовить хитроумную опалубку и не менее затейливые крепежные элементы. Здание мемориала Чапаева, давайте именно так его и называть, действительно уникальное. Стоит лишь просто присмотреться к его архитектурным решениям, реализованным строителями. Так кто же спроектировал, кто же построил этот мемориал? Проект разработан и Центральным научно-исследовательским институтом зрелищных и спортивных сооружений. Строительные работы на объекте начаты за счет средств долевого участия Минхимпрома и Минэнерго СССР. Деньги были вот этих организаций. Заказчиком был УКС Балаковского горосполкома, подрядчиком Саратов ГЭССРОЙ. А возглавил проект именно этого здания Гарольд Григорьевич Исакович, лауреат Ленинской премии, заслуженный архитектор СФСР. Умер он в 92-м году, похоронен в Москве. Вот, по всей видимости, это был его последний проект. А какие еще он выполнял? Вот основные его работы, видимо, их много было, но вот самое-самое такое, что было, это здание администрации главы Чувашской республики. Я напоминаю, что Василий Иванович именно там и родился. И сегодня это здание, оно по сей день там глава республики сидит, оно в великолепном виде, шикарно сохранено. Почему бы Балакову не взять пример с родины Василия Ивановича Чапаева, и сделать то же самое? Было бы, мне кажется, очень здорово. Проект планировки застройки жилых кварталов Балашихи, Дзержинского, Воскресенского, Московской области. Ленинский мемориал в Ульяновске тоже он создавал совместно с Мезенцевым, Константиновым и Фабрикантом. За это он и получил Ленинскую премию в 1972 году. Комплекс мавзолея Хошемина в Ханое создавал этот человек. Музей Хошемина там же. Застройка центральной площади в Туле. Дворец культуры и дружбы в Ханое. Памятник Гагарину в Оренбурге. Памятник Леониду Красину в Кургане. Памятник Шадру в Шадринске. Ну и лабораторные корпуса Московского и Казанского химических заводов. Вы просто представьте, что архитектор с таким именем создал мемориал в городе Балаково. Да, по-другому быть не могло. Доверить здание мемориала Чапаева, строить обыкому явно бы не поручили. Так кто же Чапаев для нас нынешнего поколения? И каково место в истории знаменитого Ночдива в разрезе нынешних событий? Все, что связано с Чапаевым, это воинский дух. И только это. Великая Отечественная война и вообще борьба с фашизмом началась в Испании с именем Чапаева. Это интербригада имени Чапаева, которая там воевала. Огромное количество национальностей, антифашистов было собрано в этом подразделении. Они одними из первых начали сражаться. Книги об этом написаны. Великая Отечественная война, 1941 год. Все помнят фильм Чапаев 1934 года, шедевр. Где наш актер Бабочкин Саратовский снялся, главную роль сыграл. Художественный фильм показал дух. Он был любимым фильмом Сталина. Сегодня это любимый фильм Путина. Об этом он тоже как-то заявил. В 1941 году, в июле, выходит продолжение этого фильма. Где 7,5 минут Бабочкин в таком набате буквально поднимает советский народ на борьбу с фашизмом. После этого появились отряды партизанские имени Чапаева, танки на борту имени Чапаева. 25-я Чапаевская дивизия сражалась за Одессу и погибла в битве за Севастополь. Она там полностью погибла, эти знамена, которые здесь в Саратовской области были получены, они были утоплены в Черном море и повторили по сути судьбу Василия Ивановича. А кто же еще вдохновлялся подвигами Чапаева? И кто бы мог занять свое законное место в его мемориале? Сегодня день памяти Геннадия Голобокова, этого художника, уникального абсолютно, который показывал, что с нами будет, когда мы будем покорять космос, далекий космос и так далее. Вот сегодня 46 лет как и не стало Геннадия Григорьевича, но его работы, они есть, они нам тоже что-то подсказывают. А начинал он в том числе вот с темы Чапаева, его прекрасный портрет написал там в полный рост, очень красиво Чапаевцев писал. И от темы войны он плавно перешел к будущему. И это тоже подсказки. Вот за какое будущее мы сейчас воюем, сражаемся. Мы, во-первых, должны сейчас выстоять и победить, а во-вторых, мы должны и детям, и всем тем, кто сражается, показать, в какое будущее. Не в киберпанк мы идем, мы идем в такое будущее, как показывал его, например, Голобоков. Светлое, с технологиями прорывными, с покорением других миров. Вот все, о чем мечтали создатели Советского Союза и за что сражался Чапаев, вот это тоже показывает Голобоков, который, изучив эту тему, взяв этот багаж культурный, идейный, смысловой, вот он его передал дальше через работу. Ну и самое интересное, почему мемориал Чапаева так им и не стал? В 92-м году между УКС-горосполкома и генеральным директором Химикомпа заключен договор, согласно которому Горосполком передает с 92-го года, с 1-го января, в аренду Химикомпа недостроенное здание мемориала по улице Свердлова сроком на 25 лет для последующего размещения в здании центра, связи и других служб. То есть его сразу незаконченное начали перестраивать. И судя по всему, перестраивали те же самые рабочие, потому что возмущение вот в этой статье, оно носит такой характер, что как бы строили одно, а как-то получилось не так. К стройке номер один проявлялось повышенное внимание, поэтому бригадам зачастую приходилось задерживаться и даже работать в ущерб другим объектам. Хотелось, чтобы балаковцы наконец получили долгожданный подарок. Подписание акта о приемке состоялось в мае минувшего года, то есть это 93-й год. На удивление всем, подарок достался не городу, а узкому кругу лиц, взявшим мемориал в аренду и развернувшим в нем заграничную телефонную станцию, приносящую ее владельцам солидные барыши. Остается только поражаться, с какой легкостью власти подмахнули поистине преступный договор. Их решение повергло в полное изумление москвичей, создававших проект уникального здания. Вызвало большую обиду у строителей, которые делали все с большой любовью. Очень короткая оказалась у некоторых память, позабыта главная. Мемориал Чапаева строился на городские средства. Принадлежать он должен всему городу. Не пора ли нам поменять ход истории и закрыть страницы позорных 90-х, нулевых, и подумать о том, что именно сейчас нашей стране нужны Чапаевы, Блиновы, Голобоковы? В 2021 году, в ноябре, когда первые Байрактары полетели на Донецк, и это такая вундервафа для бандеровцев была, они считали, что это такое же великолепное оружие, которым они смогут уничтожать как можно больше русских людей. Тогда был в Лубнах на Украине ритуально снесен памятник Чапаеву. Они фотографировались с оторванной головой и много всякого делали. Вот ровно за день до того, как полетят Байрактары, было это действие совершено. В Лубнах квартировалась вот эта 25-я Чапаевская дивизия. Уже после Великой Отечественной войны ее восстановили, как бы она там была. Красивый памятник, и он был вот таким образом снесен. То есть противник боится всего этого по сей день. Раз он этого боится, нашим братьям, нашим отцам, кто на передовой сегодня сражается, помогать можно и нематериальными вещами, духовными, связанными с духом, воинским прежде всего. Поэтому все, что связано, вот эти артефакты, они же приезжают домой, ребята, да, и они здесь что-то тоже видят и оценивают. Они сильно смотрят на то, что в тылу происходит, потому что прекрасно понимают, что зависимость двойная, да, что в тылу, то и на передовой, я в обратную сторону тоже. И поэтому все, что может помогать, все, что может приблизить нас к победе, должно быть использовано. Я думаю, что пришло время, и как бы появились такие вот документы с полным описанием ситуации тогда, что вот возмущение людей, оно было справедливое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok